Привет, друзья! Сегодня посмотрели мы несколько машин. Мы, это я и Максим. Максим Шелков. Привет! Если помните, несколько дней назад у меня был на канале выпуск про поддельные ПТС, и там был парень Тимур Давыдов, эксперт-криминалист. Вот Максим, это коллега наш с Тимуром. Собственно, я работаю с двумя людьми по поддержанным машинам, и они мне дают варианты вот этого жулья, в том числе и они. И сегодня Тимур поехать не смог, поехал Максим. Тимур и Максим сертифицированные специалисты, как это называется, по подбору или криминалисты. Ну, значит, расскажем, чего мы сегодня посмотрели. Сейчас будет первый господин в выпуске, а потом будет еще один выпуск про второго господина. Кстати, с вторым господином вообще прикольно. Мне удалось прямо вот в онлайне, пока мы машину смотрели, начать трансляцию в Перископе. И в Перископе я лесорулит, можете посмотреть, там сохранена эта трансляция забавная. Это когда мы смотрели БМВ. Значит, что касается машины, о которой сейчас речь пойдет. На втором канале я уже выложила часть рассказа об этом автомобиле и об этих жуликах. Машину мне прислал подписчик. Это его автомобиль, бывший, который продается в салоне, как не бит, не крашен, великолепен, любые проверки, прошел все, вообще все возможные исследования, проверки, идеальное состояние, вообще все, 5 баллов, только бери, покупай, не хочу. Вот оно я вам показываю, как выглядит идеальное состояние. Вот в таком виде мой подписчик продал эту машину за 430 тысяч рублей неким господам. Господа ее восстановили. Продается сейчас за 700 с гаком. Но в ремонт, я думаю, 150 они вложили. И, в общем, хотят где-то две сотни наварить. Ну окей, может быть, кому-то им удастся эту машину. Уверенно кому-то в итоге им удастся втюхать эту машину. Но суть такая, что они зад, зад установили очень плохо. Чего там дальше будет, бог его знает, потому что она уже протекает, эта машина. Ее поднимаешь колесо, а там красота. В принципе, ездить она будет. А причем хозяин, мы посмотрели, морда тоже битая, бочина крашеная. Хозяин мне честно написал, что у него был небольшой и вперед удары, и бок там он чуть-чуть себе украшал царапинами. Но все делал хорошо и показка. Но вот задница сделана абсолютно порнографически. Ну, в общем, смотрите сюжет. Там будет подробно рассказано о том, как смотреть машину, что мы видим, какие там сварные швы видим и так далее. Ну, в общем, смотрите. Вот какая красивенькая. Какого она будет? Какого, 12 или 13? А ее хозяин, да, к вам поставил? Мне этот салон продают. А, вы выкупили уже, да? Что у нас салоном? Вы уже выкупили, да? Да. Понятно. Ну, расскажите что-нибудь о ней. Как состояние? Салон очень хорошее. Ага. Бампер только красился, да? А в связи с чем красили? Тут мотоцикл выехал. Сзади. Слегка был. Ну, то есть, крышку красили багажниками? Красили, да. А крыло делали? Нет. Крылья целые, родные, заводские. Ага, то есть, только вот здесь вот, да? И ничего там не сложилось. А можно посмотреть? Ну, вообще так, а пробег какой? Смотри, шпаклевка лопнула, уже сразу видно. Шпаклевка лопнула. Шпаклевка лопнула. Ага. Слушай, и что такое? Какой-то желтый хреновнюй тут она обмазана. А это отродясь так? Нет, это не отродясь. Слушайте, я не знаю, я... Извините. Случайно... А куда он ушел-то? А вы куда за ключами? Давайте ждем вас. Ну, сразу видно. Сейчас, погоди, сейчас пока не наезжай на него. Нет, нет, нет. Просто потому что сразу... Иначе все быстро закончится. Закончится, не начавшись. Да, смотри. Подержи вот эту вот штуку, пожалуйста. Я вытащу запаску. А что воды-то тут так до хера? А потому что протекает где-то что-то. Откуда-то течет. То есть, видишь, у него... Угу. Угу. Не золотой. Вон, пыль под краской видна, под лаком. Ага. Да, да, да. Ты видел там у него как промазаны швы? Ну да, вот это желтый. А вот смотри, что творится. А скажите, пожалуйста, у вас там написано... Естественно, что техническая гарантия. А что вся включает техническая гарантия на автомобиль? Не даете. Не даете? А, нет. А, юридическая гарантия. А, юридическая гарантия. Понятно. А как вы думаете, заднюю дверку зачем разбирали? Тут так она в крик и в кость собрана. А можно вот такой вопрос задать? Вы же автомобили наверняка как-то проверяете перед тем, как себе брать сюда? Что вот? Тут смотрите. Да, нас больше интересует. А все-таки вы же мотоциклисты. Это история. Вот это у вас пошла уже трескаться шпаклевка. Да, вот здесь и явно вот здесь вот неродные сварные швы, да? Это же не заводская такая порнография, правильно? На багажнике мы видим. Потом смотрите, здесь открываешь, никогда в жизни в короле такими, Toyota с желтым таким, ядреной желтизной никогда свои сварные швы не обрабатывает. Потом как попадает вода сюда? Явно здесь что-то протекает, либо когда-то протекло. А это что такое? Это же вода. Ее в химчистку делали. А вы химчистку металлического пола делали? Химчистку? Не высокой просто. Ну а зачем металлический пол химчистили-то? Здесь полностью чистят двигатель там, все. Понятно. А как насчет сварных швов, которые неродные? Вот это смотрите. Ой, извиняюсь. Что-то от этого власть. Отошло. Просто не хватает много, я вижу, клёпок. Да, элементов. Я же сразу сказал, что он сзади был, вот там мотоцикл. Ну, он настолько въехал сзади, что у нее пол гармошки сложился, да? Наверное, с коляской мотоцикл был. Да. Или на пятеро, как в Таиланде сидели. Еще корову везли. И корову везли, да. Да. Ну, то есть зад все-таки очень сильный был удар, да? Судя по тому, как... Ну, пол сложился весь. Можно я только вот эту, чуть-чуть сторонку сделаем, а просто глянусь и... Ой, Лен. Слушай, что-то у меня... Что-то у меня... Что-то у меня такое впечатление, что здесь заводской точечной сваркой-то и не пахнет. Видишь, вот следы сварки. Ага. Вот здесь, как оно резалось, вот здесь вот, соответственно, должна быть точечная сварка. Багажник весь кривой, косой, не закрывается. Вот здесь, да, заводская должна быть. Да. По примеру, как... Вот здесь. А вот здесь мы видим, что это не заводская, а шпаклевка прям такими слоями идет. Вот здесь вот ржавчина пошла. Так. Вопрос. А... Так, аэробегов у нас здесь, в принципе, быть и не должно... В боковых стойках нет. Их нет, отродясь у нее. Нет, нет. Давай посмотрим-то по той стороне, что там как... Как там идет со сваркой. Видите, что говорю? У меня такое впечатление, что все-таки крылышка вот это делалось. Вот это вот. А тут я вижу зерно под краской, покрасили хреново. 413 микрон. Вот здесь 1200 микрон. 1000 микрон. То есть это... О чем у нас говорит? Помнишь, нам рассказывали, что когда такая толщина, что это обозначает, что здесь у нас идет сварной шов. Не, ну 1000-1000-то это вообще катастрофа, да? Ну да. То есть похоже, что... Ну ладно, короче, зад был сильно бит. А что с мордой расскажите? Целая? Прям целая целая. Да. Давай целая. Ташина. Ташина. Ташина? Да. Да. Ну вот, смотрите, просто видите, 100 микрон, да? Там 104, 105, 102 микрона. Здесь сразу 170 микрон будет. 180 микрон. То есть привык, по-видимому, что. Красиво. И стекло, вот почему-то, вопрос, почему он не оригинальный стекло здесь. 200 стекло-то другое. Не оригинал. Не трещиного, сами не надо. Трещиного, сами не надо. Сами делали? Сами делали. Ну вот, стекло нормально поставили. Вот, смотри, тоже 200 микрон идет. Да. Капот делали, да. 36 микрон. А этот 200, видите, сразу. Да. Да. Допустим, он сразу забыл. Ты знаешь, вот здесь, что меня напрягает? Ты посмотри на клеммы аккума. Ну да, то есть немножко механические повреждения были. Да, да. Лучно после ударов или после чего-то. А по рамке, по вот этой, рамке вроде. Ну да, видно, что, смотрите, видите, болты крутились здесь на капоте. Но на заводе сначала болты прикручиваются, потом красятся. То есть вот такая ситуация-то, она маловероятна в заводе. И здесь только видно, что болты красились. Я нашла болты разные, наконец-таки. Точно морда бита, молодой человек. Смотри. Это же не так само. Смотри. Опа, 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 опа. Ну да, и причем вот здесь, видишь, следы сорванной краски. Вот здесь типа как трещины, не трещины. Да, 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 да. Ну вот, видишь, другой совершенно. Раз, раз, раз. И смотрите, вот я просто сразу скажу. А вот здесь его просто нет. Видите, вот крыло внутренней части, он черный идет, да? Да. Черный, окрашенный. Они с завода не идут эти элементы черные. То есть видно, что крыло конкретно мереный, это ремонтный элемент. То есть с завода они идут грунтованные, но внутри не окрашенные. Вот видите, под резьбу здесь должен был быть болт, его нет. Да. А кто вам сказал, что она не окрашенная? Руководство ваше? Хозяин сам сказал. Да. Хозяин машины? Да. Ну то есть вы хотите сказать, что вы ее взяли в таком состоянии? Ну да. Ну а вы же профессионалы, вы как вообще? Потому что у вас прямо написано на сайте, мы почему приехали, что не бита, не крашена, все идеально. То, что я знаю, то, что я знаю. Я вам сразу сказал, сзади была моя бита, мотоцикл. Ну там не мотоцикл, там не морз. 100% мотоцикл. Минимум бужевая полоска. С хозяином с вами собираться. С хозяином? Ну давайте свяжемся, прикольно. Я бы хотела с ним поговорить. Можно? Давайте позвоним. С вашего телефона даже. Ну да, смотри, у меня видишь, крыло просто тупо меленое крыло. Черное идет. Черное идет. Потом смотри, вся планка в этот свежекрашеная. Да. Часть болтов нет. Часть болтов нет. Часть болтов нет. Что фара, то смотри, эта фара идет апрель 14-го года. Эта фара у нас идет февраль 15-го года. 15-го года. Это как это? Разницы не бывает. С машиной либо конкретно 14-го года, эта фара не едина, да, либо на конкретно 15-го года, а эта фара куплена. О, господи. Толя, опять надежда купить хороший автомобиль тавит на глазах. Слушай, вот я если сама хожу, мне грустно, а с тобой не грустно вдвойне. Будем грустить вместе. Я, может, хоть что-то не увидела бы, а с тобой шансов даже нет таких. Вот знаешь, на самом деле, тут, по-моему, даже толщиномер там достали только для того, чтобы просто вот этому парню... Не, вот где этот чувак, мне интересно. Просто мне про то, что это битье в морду и в жопу написал хозяин. Ага. И попросил эту машину посмотреть. Вот, да, да. Вот сейчас мне интересно, какому хозяину он сейчас будет звонить. Не работает. Сломали мою машину. Ну, короче, они так сделали, они так сделали, что у них жопа кривовата, видишь? Попробуй, подержи, я даже издалека посмотрю. Жопа кривовата. Жопа кривовата, да. Так она просто, смотри, вот на самом деле у нее удар заходил вот сюда. Вот здесь вот идет незаводская, незаводской сварочный шов. Ага. То есть, да, идет у нас, получается, переход... Ну что, не дозвонились? Ладно, опять позвонили. Слушайте, а какой год-то она в итоге? 14-го года. Все-таки 14-го года, да? Ладно, пошли и все. Ну ладно, спасибо большое. Ну как не надо. Спасибо. Спасибо.